Настало время ваших новостей в наших новостях. Мордовский сегмент «Семерные паутины» в последние сутки был очень активным. Кто и за что ругает врачей и спасателей, кто кому и как напакостил, наконец, кто куда и на чем поехал в нашем интернет-обзоре. Начинаем с сообщения Ларисы Горбуновой на саранской доске позора. Вообще-то мы обычно стараемся осторожно обходить околомедицинские скандалы на просторах интернета. Во-первых, потому что такие посты переполнены эмоциями и найти среди словесного мусора рациональное зерно порой очень трудно. Во-вторых, потому что мы не специалисты и не разбираемся во всех тонкостях. Но в данном случае мы как раз и обращаемся к специалистам. Пожалуйста, прочитайте и разберитесь. Потому что за 12 часов существования сообщения под ним проголосовало полторы тысячи человек. Потому что комментариев уже наутро было три сотни и вал их подобен снежной лавине. Речь в довольно длинном сообщении о нарушениях санитарных норм, халатном отношении к своим обязанностям и банальной человеческой черствости. Поэтому обращаемся еще раз. Лица ответственные. Не будьте безучастными. В паблике «Привет сейчас Саранск» тоже ругают, но уже не врачей, а спасателей. Поводом стало сообщение Артура Охлюстина о пожаре на Цыганском. Комментариев полторы сотни. Люди спорят, достаточно ли быстро приехали пожарные. Все ли возможное они сделали для того, чтобы спасти недавно построенный дом. Некоторые приводят пространные выкладки, но явно не хватает компетентного комментария. Так что если вам есть что сказать, милости просим. Обсуждение в самом разгаре. А вот Серега Первушкин на том же «Привет сейчас» выложил пример того, что не все еще люди выражают свое возмущение через интернет. Послание к любителям выпить в подъезде многим понравилось. Серега Лукашенко даже предложил применить к нежелательным гостям нанотехнологии авторства неизвестных ученых. Мы не знаем, что за ученые изобрели монтажную пену, но люди это несомненно гениальны. Ей находят все новые применения, одно из которых в том же паблике продемонстрировал Евгений Кривошеев. Он назвал это подготовкой к зиме, но всем понятно, что владельца машины кто-то за что-то наказал. Некоторые комментаторы грозят мстителю при случае оторвать минимум руки, другие, наоборот, восхищаются его поступком. Даже классику интернета себе на помощь подтягивают. Пацаны вообще, ребята, четко. Получается у вас действительно. Умеете, могете просто. Мы оценок таким вещам не даем. Единственное, о чем напоминаем, даже если это и справедливо, все равно незаконно. Впору бы посоветовать владельцу предыдущего авто пересесть на двухколесный транспорт, да велосезон в Саранске уже закрыт. Об этом нам с вами сообщает пользователь YouTube Влад Игнатьев. И в подтверждение своих слов предлагает посмотреть небольшой ролик о том, как велотусовка столицы Мордовии собралась перед тем, как поставить своих коней в зимнее стойло. Народ на видео греется у костра, жарит сосиски и даже грамоты друг другу вручает. Если вы каким-то образом причастны к этой двухколесной братии или просто интересуетесь ее жизнью, заходите, смотрите, ищите знакомых. Ну и лайк от редакции сегодня получает Юлия Панкова за фотографию в паблике «Давай хвастайся, Саранск». Она пишет, что побывала на краю земли, а мы говорим, что такие путешествия – это классно. На этом все. Мы всегда онлайн.